Здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе. Начнем с ивентов. Первый ивент. Сезонный пропуск. Обычный сезонный пропуск, где вы выполняете разные задачи, типа модификации, разбора, использования аукциона. Задания вам дают за задания. Вот такие вот. Есть обычные и премиумные награды. Видим, что зелье развития, ордена славы, знаки поручения. И финальная награда 10 тысяч виталки. Также есть премиумный пропуск, который мы покупаем за 1 миллион адены. При активации позволяет получить премиум награды. Активируем за 1 миллион адены. Видим в пропуске премиальных наградах, видим вот такие вот сундучки, позволяющие получить следующие предметы. Ордена славы, от 1000 до 8000. Камень жизни, камень благословения. Сундук с обычным пособием на выбор. На 10 уровне наград мы видим уже 2 сундучка. На 15 уровне уже 3 сундучка таких. И на 20 уровне 4 сундучка. С такими же наградами только в большем количестве сундуков. Также при активации пропуска вашими сакланами, каждый саклан вам дает на почту по 1000 энергии. Нхасад. Также мы в пропуске можем видеть сундук с провизией наследника, в котором святая вода наследника. Пир наследника. Эликсир наследника. Так, дальше ивент. Короче, ребят, не знаю с чем это связано, но у меня просто не хочет прогружаться страничка. Подарки из катакомб. Это письмо, которое будет присылаться в 12 часов. И в этом письме будет там стандартно 1000 энергии Нхасад, зелье пробуждения, заряды души. Также добавили ивент захват катакомб отступников. В котором вам будут давать мешочек с орденами славы, еще чем-то там. Да, охуенный, блять, ивент. Короче, не хочет обновляться. Будут письмо в 12 часов присылаться и в мешочек катакомбах отступников даваться с всякими наградами, там орден славы. В рамках регулярных технических работ 16 ноября будут установлены обновления. Начинается пятый сезон катакомбы отступников поход в одиночку. Расписание 16 ноября по 8 февраля. Теперь в случае победы рейтинг повышается на 20 очков. Теперь, если после подачи заявки на поход в одиночку в катакомбы отступников, из-за недостаточного числа участников подбор завершается неудачей. Рейтинг повышается на 5 очков. Переобразованы сезонные награды за 4 сезон. Награды выдаются по почте после проведения плановых технических работ в зависимости от ранга, достигнутого в конце сезона. Эксперт, мастер, ветеран и новичок. Дают сундук с редкой книгой наследника на выбор 1 штучка. Карта агдеонов высокого качества 11 раз 5 штук. Кристалл души высокого качества 11 раз 5 штук. Зелье пробуждения высокого качества. Ну и новичка тут как бы сундук с редкой книгой наследника на выбор очень круто. Если вы твинами сыграли 5 игр, вам дадут сундук с редкой книгой наследника на выбор. Если у вас милишник твинок, там есть классная книга такая, которая там по 10, вроде по 15 хп возвращает с убитого моба для милишников. Это охеренная книга просто. Ну и карта агатеона высокого качества 11 раз. Так, теперь мы перейдем к мастерам. Сундук с фрагментами рецепта создания героического предмета. О, тут уже интересненько, слушайте. Мастерам дают сундук с героической книгой наследника на выбор. Карта агатеона высокого качества 11 раз 9 штук. Этот цветок можно использовать с оружием плюс 9 и выше. С определенной вероятностью повышает значение модификаций. При неудаче оружие не уничтожается. Расходуется только использованный свиток ремесленника для модификации. Видим тут сундук с фрагментами рецепта создания героического предмета уже 40 штук. Сундук с героической книгой наследника на выбор. Карта агатеона 11 раз по 13 штук. Телепробуждение 13 штук. Первый сезон войны кланов катакомбы отступников завершен. Давайте начнем с эксперта и будем вниз двигаться. Клановый сундук с наградами эксперта катакомб 4. Карты класса высокого качества 11 раз 13 штук. Кристалл души высокого качества 11 раз 13 штук. Чистый эликсир 42 штуки. Сундук с кристаллами 8 штук. Сундук с знаками поручения 8 штук. Сундук с орденами славы 8 штук. Сундук с магическими чернилами мастер. И уже минусуются знаки поручения и краска от редкого до легендарного. Так ветеран. Тут уже видим только кристаллы и уже в меньших количествах. И новичок по одной награде. Ну тут видим сундук заменили на знаки поручения. То есть что такое информация о наградах в зависимости от рейтинга. Получается если ты занял первое место тебе дали реликвия энергии 300 штук. Зелье пробуждения высокого качества 10 штук. Еще плюс карта класса высокого качества 11 раз. Очень интересно. А тут расписано вот сундук сотрудничества с кристаллами. Можно получить с определенной вероятностью. От 12500 до 5000. Улучшенный кристалл от 125 до 1000. Так дальше. Сундук сотрудничества со знаками. Видим 100% шанс получения. Потому что я знаю вот этих переводчиков, которые переводят там. Ctrl-C, Ctrl-V. Я тоже так умею. Сундук сотрудничества со знаками. Видим количество от 20000 до 100000. Знаков поручения. Шанс получения 100%. Так, сундук сотрудничества с орденами. Тоже видим 100% шанс. Тоже от 20000 до 100000. И вот этот сундук сотрудничества с магическими чернилами. Можно получить с определенной вероятностью. Ну вот, это получается редкий, героический, легендарный. Или можно три чернила сразу получить. Очень интересно. Просто можно получить с определенной вероятностью. Теперь в случае победы рейтинг повышается на 20 очков в среднем. Теперь, если после подачи заявки на войну катакомбы отступников из-за недостаточного числа участников подбор завершается неудачей, рейтинг повышается на 5 очков. Однако для того, чтобы рейтинг у членов клана повысился, заявку на вход должны подать 5 и больше человек этого клана. Добавлен сундук хранителя с легендарной книгой умений на выбор. Открываем магазин. Адены. Поручение жреца. Видим, добавили вот такой сундучок. А это первый этап уже не купить. Мы покупаем, вот я приобрел первую книгу легендарную. Когда я докачаюсь до 73 уровня, если у меня будет в наличии 30 миллионов хоноров, я смогу выбрать легендарную книгу на выбор. Хаос, Гравитация, Метеор, Стигма. Посоветуйте, какую лучше взять. Напишите в комментариях. Напишите, какая лучше в каче, какая лучше в пвп. Изменены свойства сезонного пропуска. Добавлено максимальное число финальных наград. Добавлена возможность получать награды и финальные награды раздельно. Теперь в основном интерфейсе трофеев можно увидеть награду за уничтожение части монстров. Исправлена ошибка, из-за которой в случае, если после смены сервера кланом сначала подключался хранитель и устанавливались дружеские отношения, отображалось случайное имя главы клана. Так, и на этом все. Это все обновления и ивенты на данный момент. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова